В Казахстане представили проект по борьбе с пытками. По данным Генпрокуратуры, ежегодно в нашей стране регистрируют около 700 заявлений о недозволенных методах дознания. Инициатива – одна из норм по гуманизации уголовной политики в нашем государстве. Кстати, рессоциализация осужденных уже дает свои плоды. В Казахстане не только наблюдается снижение тюремного населения. Бывшие заключенные чаще находят работу, чем раньше. О том, как изменилась жизнь отступившихся в материале Донары Жумановой. Он представился Муратом. Просит не называть фамилию и не показывать его лицо во время интервью. Через 9 месяцев выходит на свободу, поэтому не хочет, чтобы кто-то узнал в нем заключенного. За что отбывает наказание, Мурат также не рассказывает. Уверен в одном – сюда он больше не вернется. Знает и чем займется на свободе. Будет работать по специальности, которую получил здесь, в колонии. У нас в учреждении существует профтехлицей, в котором я получил два года назад образование автослесаря. На данный момент работаю по своей специальности. Деньги, которые заработал, зарабатываю, погашаю иск. Часть денег отправляю своей семье, которая ждет, меня любит. Исходя из того, что я заранее планировал, получил образование автослесаря, планирую по этой специальности устроиться на работу. Хватит, уже отдохнул, надо помогать. А раньше чего занимались? Раньше в этом направлении работал. Но здесь более углубленные, как говорится, то, что мне нужно было, я получил. Заходя в этот цех, невольно замечаешь знакомую спецформу. Такую часто можно видеть на строителях, сотрудниках торгово-развлекательных домов. А шьют эту одежду здесь. Работают заключенные согласно Трудовому кодексу. До шести вечера и даже с отпуском. Из заработанного что-то шлют семье, остальное идет в счет погашения долга. Немного денег оставляют себе, купить необходимое в местном продуктовом магазине. Труд, получение профобразования позволяет осужденному не выпадать из социума, даже находясь за решеткой. Осужденный, он отбывает срок наказания, время идет, закон меняется. После того, как он освобождается, он должен знать, что в мире изменилось, что поменялось. То есть, получается, он полностью, мы его, как говорится, мало того, что законно подкованно должны его сделать, чтобы он законодательно все изменения новшества знал, помимо этого проводятся непосредственно психологические тренинги, психологи работают. В 1996 году Казахстан занимал третье место по количеству заключенных. Сейчас наша страна на 68-й позиции. Это результат проведенных тюремных реформ, задача которых – снизить количество заключенных, а также сделать все возможное для того, чтобы человек не нарушал закон повторно. Например, по сравнению с 2013 годом, рецидивных случаев стало меньше в два раза. Сейчас генпрокуратура поставила перед собой еще одну цель – искоренить пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов. 90% пытали для получения признательных показаний о раскрытии преступлений. Еще 10% совершается в исправительных учреждениях для того, чтобы подавить личность, наказать за непонимение. Сегодня мы не знаем и не можем отследить, кто доставил гражданина. Разъяснили ему ли права, представили ли право на телефонный звонок и другое. Кто доставил – лично под свою ответственность. Он доставляет и сам лично отвечает. И если завтра какие-то телесные повреждения или следы пыток, именно он привлекается к уголовной ответственности. Вот на это надо акцентировать, и чтобы об этом знал каждый сотрудник правоохранительного органа. Сегодня они в роли учеников. Узнают, что нового произошло в мире, пока не расплачиваются за содеянное. Через год эти заключенные освободятся. Все, о чем мечтают – не допускать прежних ошибок. Не боитесь? Это твоя жизнь, чтобы оборонить. Ну, мир изменился за 4 года. Уже и с дочерью по телефону, когда разговариваешь, она уже как-то по-другому. Есть, есть, конечно, боязнь есть. Но ничего, справимся. Донара Жуманова, Ерзат Зайдхан, Умирбек Изимов, Хабар-24, Астана.